В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Выселиться нельзя оставить. В таком юридическом тупике оказались герои этой передачи. Их жизнь в последние десятилетия изрядно подпортила пресловутый квартирный вопрос. Перманентные судебные тяжбы, которые уже дошли до Страсбурга, десятки инстанций и кипа бумаг, сейчас годные, ну разве что на макулатуру. Это часть документов, которые я приготовила, показать, что именно 11 лет своей жизни я занимаюсь только этим. Постоянно живешь в подвешенном состоянии. И вот это угнетение, когда уже, понимаете, я начинала судиться, дети вот такие были. Сейчас у меня дети уже, один с армии пришел, другой уходит, сын старший в полиции служит. И они все это понимают. А как мне объяснить им, что мы бомжи? Это трешка на проспекте Масленниково. По документам Фантома, ее обитатели, семья Индеркиных, призраки. Им приходят нулевые счета за коммуналку. Да и вся квартира, где давно нет ни газа, ни горячей воды, пришла в запустение. Вот это зал. Тут нас соседи все постоянно уливают и ливают. Но они знают, что мы здесь незаконно проживаем. Поэтому никакой ответственности у них нет. Живут на аптечах правах, но и выгнать на улицу их нельзя. Меж тем, этот правовой парадокс начинался как история со счастливым концом. В далеком 99-м году в семье Индеркиных случился праздник – новоселье. 16-й военный завод оценил заслуги супруга Надежды, который проработал на предприятии почти 20 лет, и предоставил эту квартиру. 80 квадратов в географическом центре города, что еще нужно для семьи из четырех человек. Но радовались Индеркины недолго. В 2003-м неожиданно перестали приходить счета за коммуналку. И вскоре выяснилось – это недосадное недоразумение, начало мытарств. Военный завод начал сбрасывать балла с социальное жилье, передавая его муниципалитету. Причем о том, что в квартире на Масленниково проживают люди, отчего-то забыл. Суд тогда обязал завод предоставить Индеркиным другую квартиру, а эти квадратный метр освободить. Но решение, которому на Медне стукнуло уже 10 лет, так и не суждено было исполниться. У меня там столько радости было. Потом начали на нас давить. На мужа на заводе. А как раз поменялось начальство на военном заводе. И начальство приехало с Саратовской области, город Энгельс. Его начальник завода мог вызвать в кабинет и прямо матом ему сказать, что ничего ты не получишь, не жди. Так и вышло. За 10 лет завод менял юридические адреса, несколько раз реорганизовывался, в итоге превратился в акционерное общество. Сейчас он называется 9-й центральный авторемонтный завод. И полностью избавился от ведомственного жилья. Надежда Индеркина уверяет, до 2008 года, когда у предприятий еще были квартиры, был и шанс добиться справедливости. Но судебные приставы его упустили. Я считаю, они не работали. Они теряли мне исполнительный лист месяц. Год они восстанавливали это все. А время-то шло. Теперь военный завод стал акционерным обществом. И даже если бы у них и появилось жилье и желание исполнить решение суда, они бы уже это не могли. Потому что частное предприятие жилье договором социального найма дать не может. Мне кажется, вот просто действительно, как мне сказали у администрации президента, что не велась работа судебных приставов никак. И даже вот где-то ответы они последний раз мне прислали, они уже сами пишут. По неизвестным причинам не исполнено решение суда. Даже приставы это мне уже пишут. Как вы можете это писать? Этот вопрос приставам Надежда и лично не раз задавала со своим адвокатом за эти 10 лет. Она уж и не помнит, сколько раз приходила в отдел по Октябрьскому району. Ничего они нам сегодня скажут, да? Ну, будем надеяться, что что-нибудь решим. Но ничего утешительного приставы не сказали и на этот раз, признавшись, что не знают, как дальше быть. В настоящее время должник существует, но он прошел процедуру реорганизации и необходимо в судебном порядке установить нового правоприемника. Наша задача просто исполнить решение в том виде, в каком есть все, что он мог на данный момент, он уже сделал. Фактически служба судебных приставов за эти 10 лет, когда мы в суде потребовали документы, подтверждающие, какие конкретно действия были сделаны за весь этот период, значит, ни одного штрафа. Тем более, что эти суммы сейчас немаленькие. Я думаю, если бы должностные лица вот этого акционерного общества, если бы с них взыскали, и, наверное, они бы подумали, что все-таки надо искать какие-то способы исполнения. Теперь Индеркины пытаются добиться правды через Европейский суд, но даже уполномоченный по правам человека Ирина Скупова, которая посоветовала так сделать, не очень верит в успех этого безнадежного дела. Единственным шансом не получить жилье или даже не получить какую-то справедливую компенсацию, а то, что называется получить моральную компенсацию, это обращение в Европейский суд по правам человека. Но здесь нельзя сказать, что пока повезло, потому что, хотя отправили они достаточно давно, еще в 2009 году, и даже получили уведомление, что принято, но информации о том, что эта жалоба коммуницирована, до сих пор нет. И мы по просьбе заявителей сделали запрос в Европейский суд по правам человека, пока молчание. Но по-хорошему, ну, нет, нет никакого выхода. Вот юридически формального никакого выхода нет. Я уже и пыталась адвоката поменять, и все, уже они, даже адвокаты не знают, что делать. Теперь дальше я не знаю, честно, что делать. В тупике, в полном. Впрочем, в городском департаменте управления имуществом, который сейчас и принадлежит, нехорошая квартира на Масленниково, не считают ситуацию тупиковой. Заместитель главы ведомства Константин Елфимов, который по моей просьбе изучил ситуацию, дал Индеркинам хороший совет. Есть, на мой взгляд, возможность обратиться в суд об установлении права пользования на жилое помещение, которое они в настоящее время занимают. Они в свое время, вот сейчас они не платят коммунальные платежи, да, но в свое время они в кассу завод задавали. То есть они коммунальные услуги оплачивали, поэтому, ну, не вижу тупика. Есть всегда выход из любой ситуации, просто нужно этим заниматься, а не разводить руками. Я вижу нормальные судебные перспективы у них, на мой взгляд, они какие-то недейственные институты, обращаются к ним, недейственным институтам. Ну, подали они в Европейский суд. Во-первых, мы знаем сроки рассмотрения ЕСПЧ, сколько он рассматривает, но как минимум два года с момента подачи, с момента приема. Сколько там это все продлится, неизвестно. Есть, я говорю, ну, во-первых, ситуацию, я познакомился, когда вы мне ее озвучивали, ко мне никто на прием не приходил, они к нам не обращались, я, ну, по крайней мере, в мою бытность, я это не видел. Я бы уже давно им более действенный механизм, может быть, они передачу вашу посмотрят и сделают, как я советую. Кстати, пока готовился этот материал, я узнала, что Индеркины благоразумно воспользовались этим советом и уже оформили исковое заявление. Ну, что ж, хорошо, если у этой, казалось бы, сложной юридической задачки и впрямь окажется такое простое решение. Своих героев мы не бросаем, потому за судьбой семьи Индеркиных обязательно буду следить. Покоим только снится. Продолжаю я следить за развитием событий вокруг общежития на юных пионеров. А тут чем дальше, тем больше подробностей, в фитрослитениях которых непросто разобраться. О злосчастной судьбе этого здания и его обитателя я уже рассказывала в начале февраля. И вот новый повод вернуться к этой истории, Европейский суд по правам человека принял жалобы 42 семей, которые когда-то купили здесь квадратные метры, но оказались жестоко обмануты. У меня нет никаких правоустановленных метров, у меня только есть старое свидетельство от октября 2003 года. И есть договор купли-продажи. Мы же боремся, потому что надо жить дальше, жить надо. Ну что ж мы тут, я уже тут живу с 2003 года, 11 лет я тут живу, 11 лет, моя жизнь просто вычеркнута, эти бесконечные суды. Ну тогда вы как-то помогите, посодействуете, ну так нельзя жить, люди уже устали. Со второго года мы никто, мы что, не люди? Это наша собственность. И вдруг мы становимся несобственниками. Но не все в этом скандале, так однозначно не все его герои жертвы. Попробуем разобраться. Напомню коротко суть истории. Приватизация здания, которая принадлежала Самару Автотрансу, стартовала еще в 93-м году. В итоге многочисленных сделок квадратные метры здесь приобрели порядка 120 семей. Но существенная деталь. Они стали собственниками нежилых помещений. Людям обещали, трудностей с переводом их статус жилых не будет. Но проблемы начались практически сразу. В 2007 году тогдашние городские власти через суд доказали, приватизация общежития прошла незаконно. На улицу, впрочем, никого не выгнали. Предпочитая закрыть на все глаза. Но вскоре к юридической неразберихе добавились еще и коммунальные беды. И с тех пор здесь, на юных пионеров, ни дня не проходит без скандала. Мне хочется, чтобы дом принадлежал одному человеку. Чтобы можно было с кого спросить. Вы же здесь не живете? Вам позвонят, вы приехали. А без воды, с проститутками и без сванизма мы в этом доме живем, понимаете? Вам надо, чтобы оформить и продать побыстрее. А мне некуда не продавать, не идти. Два непримиримых лагеря. По одну сторону баррикад пара десятков семей, что легально живут в общежитии и жаждут наведения порядка. По другой те, кого суд лишил права собственности. Последние еще в 2003 году создали ТСЖ. Легитимность которого с самого начала ставилась под сомнение, а на днях это подтвердило суд. Ведь как могут создавать товарищество собственников жилья, не собственники, не жилых помещений? Парадокс, да и только. К тому же ТСЖ, которое собирало деньги и продолжает собирать, уже довело здание до коммунального коллапса. Затопленный подвал, текущая крыша, сауна, которая непонятно как очутилась в жилом доме. Со всеми этими проблемами глава ТСЖ Лидия Васюхина разбираться не хочет. Но и уступать здание законному собственнику МПСО тоже не собирается. У нас ТСЖ организовано в третьем году, то есть еще суды не начинались. Это уже была комиссия проверять. Все суды начались с четвертого года, а мы организованы раньше. И что, это разве доказывает вашу легитимность? Ну если вы тоже считаете нелегитимность. Они гости в нашем доме, понимаете? Уже документов у них нет, передали в МПСО, а они говорят не командуйте, понимаете? Ну какие документы? Мы не командуем. Какие у них документы? Их лишили документы. Вот покажите документы. Покажите документы. Нам сказали на решение суда, передается в доме МПСО. ТСЖ, все. На, покажи ей, покажи, кто она такая, пришла с улицы, еще что-то. Покажите, где написано, что ТСЖ, я не могу найти. Где печати, где это, что с аксероподкой, это что за бумажка? Ну покажите, что это, крупным планом. Две печати хоть одна. Вас оттуда никто не выгонит, не имеют права, понимаете? Нам документы бы сделали. Нет, ты такая... А вот тут она вам сделает документы. Вы видите, насколько людям голову заморочили? Вы видите, что люди говорят? Дарья Гаврилова из тех, кто легально поселилась в общежитии. Комнату ее семье дали как погорельцам. Женщина убеждена, глава ТСЖ Васюхина, чья сомнительная контора накопила кучу долгов, намеренно запугала жителей, что их погонят на улицу и убедила обратиться в Европейский суд. И на то у нее были веские доводы. Нас передали в МПСО. Васюхина тут двумя руками против. Говорит, что будет открывать второе ТСЖ. Говорит, не платите никуда пока. Считай, им не дали в МПСО. Платите мне. Это же вообще мошенничество. Как она может открыть второе ТСЖ, если не закрыла еще первое? У нее здесь не одно, по-моему, помещение. Она же их издает комнаты здесь и все. Я считаю, с этим человеком вообще надо уже... Разбираться с компетентным органом. Да, да, да. Компетентные органы в лице городского департамента управления имуществом уже пытаются найти концы в этой запутанной истории. Всплыли, кстати, весьма любопытные подробности. Если сейчас вникнуть в детальную ситуацию, посмотреть выкладку, кто там проживает, да там квартиранты в большинстве своем. Вы понимаете, ну, о чем здесь говорить? Чем нарушены их права? Я раньше не понимал, почему они с заявлением не обращались. Их обманули, такие вот бедные, несчастные, да, обманутые люди. Почему они с заявлением в правоохранительные органы не обращались? Я сейчас понял, но в большинстве своем они компенсации получили. Сейчас я пытаюсь найти судебный акт, не так давно о нем мне стало известно, который свидетельствует о том, что людям, которые мнят себя потерпевшими в результате этой ситуации, те учредители этого ОООТ, деньги-то вернули, по сути дела. Когда документы будут найдены, и станет понятно, кто в общежитии на юных пионеров и вперяем жертвы обстоятельств, а кто пытается заработать за чужой счет. В любом случае, шашкой махать никто не собирается, заверяет меня заместитель главы Департамента управления имуществом. И уж тем более гнать на улице тех, у кого нет другого жилья. Мы разбираться будем с каждым конкретным человеком и принимать решение. Я не собираюсь бледно выглядеть в суде и обратиться с иском о выселении людей, у которых нет другого места жительства. Естественно, я этого делать не буду. Это и в силу закона я даже не буду этого делать. Мы просто приведем в соответствие основания их проживания в этих жилых помещениях. С такими людьми будет заключен договор социального найма. Это, кстати, единственный законный выход из ситуации. Так что в департаменте просят людей не тянуть и прийти со всеми документами. Ведь в конце концов точку в этой истории давно пора поставить. Я же пока ставлю запятую и обещаю следить за тем, куда зайдет этот бесконечный юридический спор. На сегодня пока все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова